Окей, Гугл, включи свет в комнате. Конечно, свет в комнате. Включаю. Привет, друзья, на связи Smart Plus. Собралось у меня немного умных гаджетов для дома, и наконец-то я решил сделать сюжет по некоторым современным фишкам умного дома. И доступны данные фишки практически каждому. Я покажу вам парочку интересных вариантов. Это называется Mi Smart Sensor Set. Набор датчиков для того, чтобы ваш дом стал чуть умнее. Предоставил мне его украинский магазин Allo, там данный набор и продается. А также я подключил отопление, светильники через дешевые релюшки фирмы Sanoff с Алиэкспресс. Вот оно. Настало время, когда за 5 долларов можно включить или выключить дома лампочку, или любое другое устройство с любой точки мира, просто договорившись с Google Ассистентом. Забавно, не так ли? Итак, по порядку. Это не простой набор, а для европейского рынка. Для регионов Украина, Россия, например. Ведь есть также и китайские варианты. Что в самой коробке? Да то, что и на рисунке, блин. А именно, сам мозговой центр, контроллер. Уже, как видите, с евровилкой. Дальше у нас датчики открытия и закрытия окон, или дверей. Это смотря, где его прилепить. Клейкая основа, кстати, предусмотрена. Далее у нас беспроводная кнопка, на которую можно навешать, что хотите. И также два датчика движения. Ну и инструкция со скрепкой. Первое, это, конечно же, мозговой центр. Хаб. Его нужно подключить в розетку, а потом скачать приложение из Play Market'а Mi Home. Ну или наоборот. Если у вас есть Mi Account, например, если вы пользователь Xiaomi, заходим через него. Если нет, регистрируемся и заходим. Дальше ищем устройство. Находим, подключаем к Wi-Fi. И все, готово. Хаб подключился и сразу подтянул датчики. По умолчанию тут уже прописаны некоторые сценарии. Сам хаб, это у нас, во-первых, ночник или светильник, который можно отрегулировать как по яркости, так и задать нужный цвет. Далее это у нас и звонок, и сирена. Вот сейчас я повесил функцию дверного звонка на эту кнопку по одному нажатию. Могу повесить ее возле двери с той стороны, и все, у нас есть звонок. Двойное нажатие у меня ставит или снимает сигнализацию или охрану. А зажатием я включаю или выключаю ночник. На данную кнопку, в принципе, много чего можно навешать и сделать ее хоть и выключателем для лампы. Таких кнопок можно докупить еще и добавить в систему, ведь это лишь базовый набор. А посмотрите, что тут есть, вплоть до самокатов, даже зубная щетка есть. Для чего, правда, я не догадываюсь пока, со смартфона включать что ли? А так и пылесосы подключать можно, и светильники, и вайфай камеры, да все что угодно. Датчики движения тоже можно использовать по-разному. Например, добавив совместимые светильники, по движению можно задать, чтобы они включались. Или можно где-то на даче фиксировать движение, вам придет оповещение. Сценариев очень много. Их задавать легко и просто. Дальше датчики открытия окон и дверей. Принцип предельно прост. Если эти фишки отдаляются друг от друга, система это видит. И в данном случае на смартфон приходят уведомления. Я пошел дальше и добавил еще, чтобы они приходили с телефона на мой Mi Band. И когда кто-то заходит, а я не дома, все равно я об этом узнаю. Еще хабу можно задать любой из предложенных звуков. Вплоть до лая собаки. Ох, китайцы. Лучше бы добавили китайские матюки. Потенциальный воришка бы точно испугался, ведь непонимание пугает. Но я скажу, что я бы не полагался на данные гаджеты, как на серьезную охранную систему. Ведь стоит отключить Wi-Fi, как все, у вас нет охраны. Или если пропадает электричество. Это скорее организация умного дома, сценария включения разных приборов и вообще для организации экосистемы умного дома Xiaomi. Ладно, раз мы о релюшках, то я хочу показать вам еще несколько интересностей. Например, данная умная розетка. Ей не нужны мозговые центры, просто качаем программу Everlink, которой будем управлять. Регистрируемся, вставляем в розетку и зажимаем кнопку, пока не начнет быстро мигать. И потом ищем ее у программки. Она ее находит и вы можете назвать этот гаджет как угодно. Я назову его обогреватель в комнате, ведь осень и уже холодно. Подключу-ка я сюда этот керамический обогреватель. Все, ребята. Я могу включать и выключать из приложения, задавать таймер, расписание и добавить кого-то из членов семьи, чтобы они тоже могли управлять. Но это еще не все, конечно. Я качаю Google Home, дополнение к Google Ассистенту и добавляю Everlink сюда. То есть я даю доступ Google к нему. Теперь у меня отображаются все эти устройства и здесь. Я теперь могу и виджеты на рабочий стол вынести с программки Everlink и включать оттуда. Или же управлять голосом вот так. Окей, Google. Выключи свет. Хорошо, две лампы. Выключаю. Окей, Google. Включи свет на кухне. Окей, свет на кухне. Включаю. Окей, Google. Включи свет в комнате. Окей, свет в комнате. Включаю. Окей, Google. Включи обогреватель в комнате. конечно обогреватель в комнате включаю ok google спасибо google обращайтесь пройдемся по остальному что у меня есть прихожей у меня есть вот такая штуковина с той же оперы подключаемся точно так же как с предыдущей релюшкой но тут уже можно использовать датчики в моем случае купил сразу с ними это датчик температуры и влажности и тут несколько вариантов или вручную или же голосом как предыдущем варианте или поставить на авто на авто я просто задаю ниже какой температуры он включается и выше какой выключается и все причем не только это реле можно им контролировать а создав сценарий я могу управлять при помощи данных датчиков любым реле в доме например по влажности можно задавать включение вытяжки или увлажнителя воздуха очень годная штука дальше в светильнике на потолке я поставил копеечные релюшки той же фирмы санов настройка аналогично той что я показывал ранее просто не забываем подключать по инструкции и отключим электричество конечно же я настроил также чтобы и выключатели можно было включать выключать как ранее в общем этими копеечными релюшками можно напичкать весь дом и по утрам заваривать себе кофе не вставая из кровати все ограничивается только вашей фантазией я потратил небольшие деньги получил вполне себе годную штуку термостат датчик влажности воздуха умный обогрев а это уже не только комфорт а и экономия в моем случае поддержание нормальной температуры не больше не меньше да что тут говорить даже пока можно включать выключать на расстоянии тоже есть такой вариант или шторы закрывать открывать все что угодно все ограничивается только фантазией и желанием а главное что экосистему эвелинк сяами да и многие другие можно подключить google home вот сами показывает какими устройствами можно управлять голосом тут в общем очень много чего можно подключать и не так давно кстати появилась возможность управлять русским языком в общем каждый уважающий себя техноман гик должен иметь парочку таких гаджетов у себя дома и пользоваться благами цивилизации кому интересно ссылки где купить данные гаджеты я добавлю в описании ах да еще один момент чуть не забыл окей google подпишись на канал к сожалению я пока не знаю как вам помочь а я знаю что вы понимаете и что нужно делать лайк подписка и напишите пользуетесь ли вы чем-то подобным и как вам а с вами был андрей канал smart плюс увидимся скоро и всем пока друзья